Привет! Сегодня мы покажем вам прям самые крутые и вкусные пайки из всех, что мы пробовали. Вы будете удивлены! Впервые у нас будут сражаться две европейские страны. Франция и Англия. Они, наверное, последовали примеру русского пайка и сделали свои пайки в картонных коробках. Не будем томить и начнем с французского пайка. Чтобы открыть его, нужно оторвать две вот такие полоски. Тут нет отдельных пакетиков для завтрака, ужина и обеда, поэтому мы, как всегда, поделим приемы пищи за кадром, чтобы не раскрывать сразу всю интригу. Начнем с вот такого маленького пакетика с принадлежностями. Тут у нас соль с перцем, два вида чая, сахар, два пакетика с кофе, большой пакетик с какао и интересный пакетик с спортивным напитком. Ужин у нас начинается с упаковки мюсли. И знаете, где их надо готовить? А прямо в пакетике и будем готовить. Выглядит вкусно. Заливаем горячей водой. И готово! Ложки, кстати, нету, поэтому мы взяли американскую из прошлых видео. На вкус, как обычные мюсли из магазина. Дальше вот в такой коробочке лежат армейские печенюшки или галеты. В наличии три различных вида. Для завтрака мы выбрали вот такие пшеничные. Также на завтрак кофе и чай. Можно выбрать, что нравится или выпить и то, и другое. Кофе растворимый, качественный и очень ароматный. Правда, с сахара всего две упаковки. Поэтому мы поделим одну из них на два напитка. В качестве вкусняшки у нас вот такой мармеладный батончик. Очень сладкий и вкусный. В догонку идет еще одна вкусняшка. С вафелькой по краям, чтобы не прилипали пальцы. Перед тем, как приступать к обеду, откроем вот эту интересную коробочку. Так, у нас тут вот такие французские спички с эйфелевой башней. А вот и вилочка нашлась. Маленькая такая. Дальше таблетка для обеззараживания воды. Несколько зубочисток. И даже мусорный пакет с веревочкой, чтобы не мусорить в окопе. А еще вот такая мини-печка, на которой мы чуть позже будем греть еду. Мы не сразу поняли, что в этом пакетике. А ведь на лицевой части, на разных языках пишет, что это суп. Высыпаем в тарелку. Выглядит интересно. С какими-то бубликами. Заливаем водой и готово. На вкус очень неплохо. Настало время главного блюда. Мы пошли на природу, чтобы проверить печку для подогрева еды. А печка представляет собой вот такую пластинку, которую надо согнуть, как показано на картинке. Ставим на пенек, добавляем таблетку сухого спирта, поджигаем французской спичкой и ставим греться главное блюдо. А пока наш обед греется, мы можем поиграть в одну из самых интересных современных игр. Raid Shadow Legends. Раньше никогда бы не подумал, что на смартфоне можно будет играть в полноценную RPG, да еще и с таким уровнем 3D графики. Мне всегда нравились игры, где можно прокачивать навыки и добывать различные доспехи для своего героя. Здесь все это реализовано на достойном уровне. Героев этой игры называют чемпионами. И посмотрите, у нас уже 6 чемпионов, которыми можно сражаться в недавно вышедшем режиме Война Фракций. Raid очень быстро набирает популярность, о чем говорят целых 10 миллионов скачиваний только за 6 месяцев. В общем, игра действительно крутая и это доказывает более 300 тысяч отзывов с практически идеальной оценкой. И самое главное, что она бесплатная. Качай Raid по ссылке под видео и получай 50 тысяч серебряных монет для закупки всяких полезностей, а также эпического чемпиона. Также всех новичков ждут 3 месяца бонусов за каждый день игры. Тем временем блюдо уже нагрелось, печка работает очень хорошо и если вы боитесь обжечь пальчики, когда будете его снимать, то в комплекте идет вот такой специальный держатель. Вот это забота о солдатах. Или может они все там такие нежные? Открываем крышку. Ммм, какой запах пошел на весь лес. У нас тут каша с овощами, каким-то мясом и небольшой сосиской. Снизу немножко подгорело, но не страшно, блюдо очень вкусное. Но это еще не весь обед. Французы балуют вот такой консервочкой, внутри которой находится очень мягкий и вкусный чернослив. Попить нам предлагают спортивный изотонник, который должен дать энергии солдату. Пакетика хватает на целых пол-литра воды. Заливаем, взбалтываем и готово. Но вкус неплох. И опять французы подгоняют вкусняшки. Это вот такой кофейный энергетический батончик и питательный батончик, как я понял, со злаками. Также к приему пищи идет растворимый кофе. В итоге мы получаем очень хороший обед. Передвигаемся к ужину. И тут у нас опять галеты. Но в этот раз с кусочками шоколада. Очень вкусные, кстати. Воу, на главное блюдо у нас рис с рыбой. Вот это да! Рыбы в пайках мы еще не встречали. Посмотрим, так ли красиво все внутри, как на картинке. Вы только посмотрите, какой огромный кусок мяса. Похоже, это тунец или даже лосось. Обалдеть! Вот это жируют французские солдаты. Быстренько подогреваем, так как уже не терпится попробовать. Вот это да! Вот это вкуснотище! Я б такое ел каждый день! Попить у нас старый добрый липтон и какао. И опять французы закидывают нас вкусняшками. Это стик с абрикосовым вареньем, который мы накладываем на галеты. И небольшая шоколадка. Она немножко побелела, но ничего страшного. В итоге мы получаем вот такой ужин. Ой, чуть не забыли. Еще на ужин идет вот такая баночка с паштетом. Ребята, он такой вкусный. Если бы я знал, где такие продаются, то купил бы себе еще. Итоги подведем в конце видео, а сейчас переходим к британскому пайку. Думаю, они также предложат что-то достойное. Так, сортируем все комплектующие. И на дне коробки нас встречает вот такая листовка. В которой можно отметить, что вам понравилось, а что нет. И отправить это в письме руководству армии. Принадлежности хранятся в вот таком большом пакете. И нас сразу же встречает причудливая ложка с зубцами. Такая себе ложка-теравилка. Как всегда салфеточки. Три пакета с сухими сливками. Это что-то новенькое. Три пакета сахара и жвачки. Также два чая, два кофе. Один из которых Нескафе. Две влажные салфетки. Таблетки для обеззараживания воды. И вот такие гламурные спички. Давайте сразу затестим, как они горят. Что-то слишком быстро сгорело. Нас встречает вот такое сливовое варенье. Хлеба в пайке мы не нашли, так что будем кушать с ложки. Дальше в тюбике мы обнаружили что-то вроде нутеллы. Оно, конечно, не такое вкусное, как нутелла, но тоже неплохое. И сейчас начинается самый трэш. Смотрите, у нас целых два напитка. Фруктовый и капучино. Их здесь столько, что с каждого мы приготовляем по пол-литра напитка. В итоге мы получаем целый литр жидкости. Да, вот это аппетиты у британцев. Кстати, получилось очень вкусно. Что фруктовый, что капучино. Но вы ошибались, если думали, что это все питье для ужина. Ловите вдогонку кофе со сливками. Во, дают. Ладно, переходим к главному блюду. И у нас здесь почему-то вегетарианский завтрак. Ну не знаю, посмотрим, что там. Разогревателя в наборе не было, поэтому мы будем греть вот такой мисочке на газовой горелке. Что ж, учитывая, что блюдо вегетарианское, на вкус неплохо. Сразу таки не скажешь, что тут совсем нет никакого мяса. В следующей упаковке у нас какой-то брусочек. И это, друзья мои, называется пудинг. Это как какая-то выпечка, только очень сладкая и мокрая. Что ж, очень хороший завтрак. Даже куки захотелось попробовать. Блюдо не полюбилось, а вот пудинг пошел бы на ура. Переходим к обеду. И тут, блин, целых 4 напитка. Да они с ума сошли. Внимание сразу привлекает вот такой энергетический напиток. Его тоже надо разводить на пол-литра воды. Но у нас даже нет столько емкостей. Поэтому мы приготовим только половину в стакане. Потом идет вот такой ягодный напиток. С очень приятным цветом и запахом. И растворимый кофе с чаем. Я не знаю, они, наверное, то и делают, что пьют, а потом писают целый день вместо того, чтобы воевать. Дальше у нас вот такой пакетик с орешками. Тут арахис, миндаль и еще какой-то орех. Вдобавку идет большой батончик со злаками и ягодами. И на главное у нас индонезийское блюдо рис со свининой. Вот это извращаются британцы. Тут есть овощи и мясо виднеется. Но блин, слишком острое все. Оно как бы вкусно, но остро. Есть очень сложно. Вот мы и добрались до ужина. И тут опять полулитровый напиток, который мы делаем в банке. У нас уже кончаются стаканы. И добиваемся черным чаем. В отдельной упаковке лежит вот такая печенюшка. Достаточно большая и вкусная. Такая вот вкусняшка, похожая на то, что у французов. И главное блюдо. Интересно, что там? Вау, макароны что ли? Мы подогрели их в микроволновке. И добавили вот такой сырок. Несмотря на то, что там нет мяса, получилось вкусно. Но если вы любитель острова, то для вас положили вот такую маленькую баночку острого соуса. С нарисованной собачкой. Она будто говорит, не ешь это. Но я ее не послушал и попробовал совсем капельку. И оно такое острое. Мне показалось, что это не соус, а яд для самоубийства. Может оно и лежит там на случай, если пайком завладеет фраг. Ну что, подбиваем итоги. Французский паек это наверное лучший из того, что мы пробовали. Мега крутые и вкусные блюда. Огромный кусок лосося. Ребята, только вдумайтесь. Лосось и армия. Армия и лосось на обед. Вы верите, что такое возможно? Естественно. Крутая печка для разогрева, вкусный суп, куча различных сладостей и напитков и божественный паштет. Я просто в шоке, ребят. В такую армию не грех пойти. Из плюсов британского пайка тут есть прикольная ложка, жевательные резинки, куча напитков. Их настолько много, что я даже не знаю, плюс это или минус. Также присутствуют всякие вкусняшки. А вот блюда немножечко подкачали. То мясо не положили, то слишком острое. Хотя возможно нам просто попалась неудачная комплектация. И мы, кстати, таки заполнили опросник и отправили его в британскую армию при помощи Стёпы. Он давно хотел там побывать. И быстренько скажу по поводу украинского видео. Нет, мы не забыли. Тот ролик, который мы запланировали сделать на украинском языке, мы не смогли снять из-за плохой погоды. Так что ждите, вот-вот всё будет.